В РФ иностранцев с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выгнать из страны. В МВД заявили, что мигранты, трудящиеся в России незаконно, с 1 января могут быть выдворены из страны. Председатель Союза таджикистанцев России Абдуло Довлатов считает, что такая мера – чересчур суровая в отношении приезжих. По мнению Довлатова, в РФ нужно создать условия для добросовестных мигрантов, чтобы им было невыгодно прятаться. Президент узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Узбегим Сурадбек Абдурахимов заявил, что к выдворению нелегальных мигрантов все давно шло и у людей была возможность оформить документы. Мы постоянно придумываем что-то против мигрантов, а надо же улицы убирать. Наказывать нерадивых мигрантов, которые не оформляют документы, нарушают законодательство – это, конечно, хорошо, но лучше бы делать профилактику. Создавать условия, чтобы мигранты были в правовом поле, сказал в беседе с Дейлистом глава союза таджикистанцев России Абдуло Довлатов. Он обратил внимание, что в последнее время многие его соотечественники стали уезжать в богатые страны Ближнего Востока и Южную Корею. По его словам, в Катаре мигрантов в четыре раза больше, чем местного населения, но проблем с регистрацией меньше. Но они, катарцы, не кричат на каждом углу, что мигрантов много. Потому что они их эффективно используют для своих нужд, заметил собеседник. В России же получается так, что мигрантам выгоднее находиться незаконно, посетовал он. Практика двойного наказания – плохо. Судья всегда дает штраф в пять тысяч рублей. Человек заплатил штраф. А дополнительное наказание в виде выдворения за что ему давать? Зачем сейчас в таком контексте поступать с людьми, не понимаю, признался Довлатов. По его мнению, в России следует перенимать опыт Катара или Сингапура, где приезжий получает специальный патент на работу сроком на три года. Если человек добросовестно трудится, по словам Довлатова, мигранту продлевают договор. В случае же, когда приезжий хоть единожды нарушил закон страны, его выдворяют без права въезда. Человеку выгодно честно работать и соблюдать закон. Считаю, так должно быть и в России, заключил Довлатов.